Я слушаю. Задавайте. Игнатий Тихонович, слава Иисусу Христу. Игнатий Тихонович, вот у меня есть вопрос насчёт того, что... Вот насчёт главенства Папы Римского. Максим Исповедник, который почитается в православной церкви, да? Он, опираясь на Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18, говорит... Что Папа имеет право быть главою церкви. Вот почему вот православная церковь всё... Потому что эти слова от сатаны. От сатаны. Христос отверг это и назвал сатаною. Так. Я вам скину материал этот. Их попытка первенства где-то. У меня в книгах он есть. Я вам сейчас отдельно выделю и скину суда. И второй вопрос, Игнатий Тихонович. Что вы можете сказать о Виссарионе, так называемом Боге, и его последователе? Ну, тут и говорить нечего, а сатанелые. Безумцы. Торопова Сергея, милиционера, признать за Христа. Он там жен меняет и... Ну, всякая пакость. Христос придёт на облаках, не из милиции. Про это и говорить не надо. Многие придут под именем моим, будут делать чудеса. Ничего там больше нету. Обольщение стопроцентное. Да, это секта. Но очень много за ним пошло. Это второй вопрос. Другой. И многие последуют их разврату. Дальше это считать надо. Многие последуют их разврату. Разврат умов и искажение слов, как Тющев писал. Фёдор Иванович. И третий вопрос. О претензиях Папы на главенство я вам отвечу. Церковь никогда не признавала его. Тем более, что они делают. Я вам скину несколько материалов. Знаете как? Я скину оглавление в моей книге Крестного Православия. Вы только так. Не просто вопрос задали и скрылись. Вы прочитайте обязательно три материала, которые в этой книге. Гордость Папства. Один называется. Второй. Человекоубийство и ложь Ватикана. И третья Фатимская трагедия. Или что? Три. Вы ткнёте в заголовки, то и сразу статья откроется. Договорились? Да, конечно. Что вы обязательно прочитали. Я трачу время, выискиваю статьи, посылаю. А вам, может быть, это и не надо. Так просто. Не, я прочитаю обязательно. Обязательно. Сделайте себе выписки. Притом там все исторические данные. Ну, а об этом, это у меня, я сейчас скажу, в каком томе. Кажется, во втором томе. Открытым оком. Я его сейчас отдельно скопирую вам. И пошлю. Так. Я должен найти вас. Вы отдельно на меня позвоните сейчас. Хорошо. Роман, отдельно, чтобы мне удобно было с вами. Так, вопросов больше нет. Вопросов ни у кого нету. Один вопрос ещё есть. Последний вопрос, Игнатий Тихонович. Что вы можете сказать о организации, которая распространяет Евангелие? Братья Гедеоны. Ну, это не церковь никакая. Хорошие братья. Мне лично не приходилось с подставными, которые там через кого они посылали. Мы пользуемся их материалами. Издают они синодальный перевод. Они не принадлежат никакой вере. Отдельно, как называют конфессии, динаминации. Это ереси. Кто они такие, я сказать сейчас не могу, потому что там всё меняется. Но, если бы это было раньше, и нужно было помочь, я с удовольствием помог бы. Они печатают, распространяют Слово Божие. Мы это приветствуем. Да, но почему-то они только Новый Завет распространяют. Ветхий Завет это надо отдельно заниматься. Они хорошие люди. Я давно их знаю. Ну и... Всё тогда. Хорошо. Вы вот о троих спрашиваете. Поближе. Иди. Всё. Меня тут теребит. Он порвёт. Я выводил только сейчас. Всё, успокоился. Всё, успокоился.